Обеспечивает империи еще несколько веков государственной устойчивости и даже мощи. Этот восточный период длится пока Византия способна одна уравновешивать напор Азии. К нему относятся времена и Саврийской, и Македонской династии. Последним же взлетом на пути этой восточной автори империи нужно считать царствование Василия Болгаробойца. В 1776-1025 годы, при котором империя простирается от Истрии до Ефрата и от Дравы до Кипра. Но зато именно в это время ни с какой стороны империи не закрыта в такой мере, как с запада. Лик Византии повернут к востоку. И вот надо сказать, что церковь подчиняется этому давлению истории. Не делать никаких усилий преодолеть его. За разобщением государственным и экономическим следует и церковная. Официально церковь едина. До конца связи не обрываются. Но единство ее по существу питается ведь неофициальными связями, а действительным и жизненным общением. Постоянной заботой друг о друге. Главное же непрестанным усилием естественное разделение пересилить благодатным единством. И вот ослабевает это вселенское сознание. Так вдохновлявшее Иринея Леонского или Киприана Карфагенского. Восток и Запад не только политически, но и церковно замыкаются каждый в своем горизонте. Во время иконоборческого кризиса по вине византийских императоров рвутся последние связи, соединявшие папство с империей. И надо признавать, что консервативное и тоже такое имперское сознание пап прошло через много сомнений и мучений, прежде чем они решились на разрыв. Только отчаянное положение Италии и Рима и невозможность добиться помощи от Византии бросили пап в объятия франкских королей. Это было исходным моментом нового периода в истории западного мира. Но к этой же эпохе предельного отчуждения Востока от Запада относится, как мы видели, и окончательная кристаллизация византийского православия. Создаются два мира, две традиции, две церковных психологии, прежде всего мало знающие друг о друге. Если формальное единство церкви все еще не нарушено, в жизни его уже нет. Вопрос о римских притязаниях неразрешенный, да и по-настоящему не поставленный на Востоке в предшествующую эпоху. Теперь из-за отрывочных и случайных сношений с Западом фактически отпадает, перестает требовать своего разрешения. Папам в это смутное и бурное время темных веков не до Востока. Византия же, погруженная в свои трудности, перестает думать о Западе. Восточная церковь, раньше хотя бы догматически соборовавшая с Римом, теперь привыкает совсем обходиться без него, замыкается окончательно в своей имперскости. Все, что находится за пределами империи, определяется византии термином «варвары». И отношение к этим «варварам» самое неопределенное. Так и новое положение римского епископа в сущности неясное для византийского церковного сознания, и эту неясность пытается разрешить теории пентархии пяти патриархов, или же теории пяти чувств, не очень задумываясь о том, признает ли это теории сам Папа. Но это отчуждение привело к тому, что когда два эти мира снова встретились, они действительно оказались чужими друг для друга, ненужными и непонятными, и, наконец, враждебными. Мало в истории церкви более печальных странист, чем те, что повествуют об отсутствии любви, о подозрительности, о мелочности, об удушающей узости, проявленных с обеих сторон в те века. Первый опыт такой встречи видимых в конце IX века в пресловутом деле патриархов Фотия и Игнатия. Оно оставило на Востоке весьма печальное о себе воспоминание. Трудно проявить большее непонимание, нетерпимость, надменность, чем та, которые отмечены вмешательством Папы Николая, которыми отмечено, и его преемников во внутренние затруднения византийской церкви. Недавно это признавала и сама римско-католическая наука в лице аббата-дворника, посвятившего огромный труд реабилитации Фотия, который доселе считался у католиков отцом разделения. Но эта драма важна прежде всего там, тем, что патриарх Фотий первый ясно и отчетливо указал на те нововведения в доктрине Западной Церкви, которые составляют настоящую сущность разделения – папизм и учение об исхождении Святого Духа. И хотя, поставив на конец оба вопроса, проявив тем самым настоящее понимание положения, больше того, богословски вскрыв не православие догмата Афилиоквы, Фотий сам же затем снял эти вопросы, попросту замолчав о них с повестки дня. Тем не менее, у него находим мы начало подлинной церковной и православной реакции на западные заблуждения. После Фотия снова наступил период отчуждения. И настоящая встреча с Западом в византийской истории происходит только в середине XI века. Но она уже совершенно явно была обусловлена государственными соображениями. Время после смерти императора Василия Болгаробойца, в 2018 год, знаменует собой начало глубокого упадка Византии. Политической удачей камненов или палеологов будут уже только частичными реставрациями надорванного и потрясенного организма империи. И как раз в связи с этим внутренним кризисом, все свое грозное значение приобретает появление на востоке нового врага, сельджукских турок, весть о которых, по словам Гельцера, прозвучала похоронным звоном для Византии. Ослабевшая изнутри, империя уже не в состоянии была одна удержать восточную волну, равновесие сил, достигнутая раньше, стала рушиться. Историческая остановка снова повернула византийскую политику к поискам помощи с Запада. В это же время появление норманнов заставило и римского папу обратить свои взоры к Византии. Начиналась та длинная и весьма безрадостная история сговоров и торговли, которая не прекращалась уже до последнего дня империи. Мы не можем входить здесь в подробности. Но и сказанного достаточно, чтобы показать, что то событие, с которого обычно начинают разделение церквей, разрыв 1054 года, нужно толковать в контексте всей этой политической ситуации. Это была встреча церквей по необходимости. Император Константин Мономах пытался договориться с папой о совместной защите Италии, юг которой принадлежал еще Византии, от норманнов. И за это обещал папе Льву IX вернуть южно-италийские епархии, входившие как часть империи, в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Договор этот скрывался от патриарха Михаила Керулария. Но тот узнал о нем. Керуларий – одно из ярких исключений в длинном ряде византийских патриархов. Став монахом по неволе, он участвовал в провалившемся политическом заговоре. Причем сам, в случае удачи, выдвигался на царский престол. Он всей душой отдался служению церкви. Но в это служение внес свой государственный властный темперамент. В его лице на короткий момент весы симфонии как будто перевесились в сторону церкви, если бы в ней господствовала другая психология. Керуларий решил показать слабому и нерешительному Константину Мономаху всю независимость и силу своего положения. По его поручению, один из видных византийских иерархов, Лев Ахридский, написал сочинение против латинских обрядов. Важно подчеркнуть, что в момент окончательного разрыва предметом спора и полемики оказались вопросы, не разделяющие по-настоящему церкви о Папсе и Святом Духе, а обрядовые, отличие западной церкви от восточной, о Пресноке, постсубботу, пение Аллилуйя на Пасу и т.п. Здесь сказалось сужение вселенского кругозора церкви. Второстепенное внешнее обрядовое заслонило собой истину. Как это не звучит парадоксально, но разделились церкви в XI веке не из-за того, что действительно разделяло и разделяет их до сих пор. Давно уже отпали почти все византийские аргументы против латинских обрядов, и остались только подлинно догматические отступления Рима от православия. Но вот об этих-то отступлениях и не было ничего сказано в годы, когда рвались последние связи. Ну, конечно, за этой обрядовой полемикой Керуларий скрывал защиту Восточной Церкви, от навязываемой ему императором капитуляции перед Римом. В Риме это так и поняли. Лев IX ответил до крайности заостренным исповеданием папизма. Никто не может отрицать того, что как крюком управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей церкви. И как крюк вводит и отводит дверь, сам оставаясь неподвижно, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой церкви. И никто отнюдь не должен смущать воли и колебать их состояние. Ибо верховная кафедра не судится ни от кого. В доказательство своей особой власти папа ссылался и на так называемый дар Константина, документ, согласно которому будто бы первый христианский император навеки подарил Рим папам. Подложность всего не требует доказательств. А в завершении папа рисовал церковь Константинопольскую, как церковь заблуждающуюся, грешную, скандальную. Ей управляли даже женщины, которые лишь по снисхождению, а не по заслугам, римская церковь мать удостоила второго места после себя. Такая система воззрения исключала, конечно, единение церквей. Можно упрекать греков в мелочности, в отсутствии любви, в утере вселенского сознания, но все же это не может еще разделить церкви по существу. Папизм же сам отлучает от себя всех несогласных с его духовной монархией. И поэтому, каковы бы ни были грехи тогдашних восточных иерархов, конечно, не они, а именно папство есть настоящая причина разделения церквей. Что бы ни делали греки, папы все равно к тому времени отлучили от себя восток. Дальнейшая переписка уже не могла ничего изменить в нараставших событиях. Летом 1054 года в Константинополь прибыли папские легаты кардинал Гумберт, епископ Петр Амальтицанский и диакон кардинал Фридлих Лотарингский, будущий папа Стефан IX. Все деятели той реформы папства, которая подготовит его рассвет при Григории VII в Гильцебранде. Император все еще надеялся на политический сговор с папой, принял легатов торжественно и всячески оказывал им покровительство. Так в угоду им Никита Стефат, ученик и биограф преподобного Семёна Нового Богослова, должен был по приказу императора публично осудить и сжечь свое произведение против латинских новшеств. Но патриарх молча принял от легатов папское послание, не оказав им никакого почета, и в дальнейшем отказался видеться с ними. Пять недель легаты тщетно добивались свидания. Разрыв нарастал. Напрасно ученый антиохийский патриарх из константинопольских клириков Петр в посланиях умолял Михаила и западных иерархов единство церкви поставить выше обрядов. Его пафос был запоздалым. Он не видел, что папство на деле уже разделило церковь. Наконец, потеряв терпение, легаты решились на демонстрацию против патриарха. 16 июля 1054 года утром, когда народ собирался в Святой Софии к литургии, они вошли в алтарь и положили на престол отлучительную грамоту на Керулария и на его единомышленников. Посему мы, не вынеся неслыханного пренебрежения и обиды для Святого Первого Апостольского Престола, и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру, власть Святой Нераздельной Троицы Апостольского Престола, легацию которого исполняем, подписываем анафему Михаилу и его последователям, если не покаяться. Но легаты переоценили силу императора. Они думали, что этим актом добьются его решительной поддержки против Керулария. Они не знали мощи патриарха. В столице начал нарастать народный бунт. Императору пришлось думать уже о своем собственном спасении. Он капитулировал. Было официально заявлено, что греческие переводчики извратили смысл латинской грамоты, и она была торжественно сожжена. 20 июля собор под председательством Керулария и в составе двух архиепископов, 12 митрополитов и 7 епископов, в свою очередь, торжественно отлучили виновников выступления 16 июля. А окружное послание патриарха довело об этом до сведений всей восточной иерархии. Так совершилась одна из величайших драм истории Восточной Церкви. Но разрыв 1054 года был только началом разделения церквей. Сначала он и переживался скорее как один из тех временных разрывов между двумя кафедрами, каких много бывало и раньше. Церковные связи не всюду и не везде были сразу порваны. По-настоящему разрыв этот вырос в окончательное разделение, в расовую, религиозную ненависть только в следующую эпоху. И здесь роковую роль сыграли крестовые походы. Именно с крестовыми походами та западная проблема Византии, о которой мы говорили выше, раскрылась во всей своей исторической сложности. Император XI века по реакции на усилившийся напор Азии, обративший свои взоры на Запад, еще не учитывали, куда неизбежно должен был привести этот процесс. Но уже в самых причинах этого обращения Византии к Западу заложена была и вся двойственность новых отношений с ним. Звать его себе на помощь значило ведь открыть ему свою слабость, ввести его во все свои затруднения. Византии же не отдавали себе отчета в том, что Запад, к которому они теперь обращались, давно вышел из состояния анархии и раздробления. Византия проглядела рождение нового мира, сильного своей молодостью и еще неиспользованной энергией, которая должна была излиться при первой возможности. Крестовые походы оказались для Запада выходом для избытка накопившихся сил, первой экспансией средневековой Европы. И вот Запад, мыслившийся Византией как временная поддержка против Востока, сразу же приобрел в ее судьбе самостоятельное и чрезвычайно грозное значение. Слишком хорошо известно, чем кончился четвертый крестовый поход в 1204 году, взятием Константинополя, варварским его разграблением, кощунством над православными святынями 60-летней Латинской империи на Востоке. Но это только вершина, только самое эффектное из проявлений ненависти, которыми наполнена эта продолжительная встреча двух разделенных половин христианского мира. Тогда разделение церквей перестало быть спором иерархов и спором богословским, чтобы уже на века войти в кровь и плоть церковного народа, сделаться постоянным аффектом церковного сознания. Латинство на Востоке, греки на Западе стали синонимом зла, вражды, ругательным словом. Встречались теперь уже не иерархи, а народные массы, и в их психологии разделение превратилось в стихийную ненависть, в которой верность своей вере, обиды за поругание своих святынь смешивалась с элементарным отталкиванием от всего чужого, безразличия в нем хорошего от плохого. Ужас разделения церквей в том, что на протяжении веков мы не встречаем почти ни одного проявления страдания от разделения. Тоски по единству, сознание ненормальности, греха, ужаса этого раскола в христианстве. В нем доминирует не сознание невозможности, единство предпочесть истине, единство отделить от истины. Грех стольких современных проповедников единства психологически, обратная крайность. Сколько почти удовлетворения разделением, желания найти все больше и больше темных сторон в противоположном лагере. Это эпоха разделения церквей не только в смысле их фактической разделенности, но и в смысле постоянного углубления и расширения этого рва в сознании церковного общества. И именно эта психология наполняет такой нетерпимой ложью те униуальные понятия, попытки, что красной нитью тянутся от первого крестового похода, то есть с конца XI века до самого падения империи. Причина их вечного возобновления слишком ясна. На Западе это теократическое стремление папства, достигшего максимальной мощи при Григории VII, безоговорочно подчинить себе весь христианский мир. Если угодно это, своеобразная жажда единства церкви, только очень далеко ушедшая от того единства, которое вдохновляло раннюю церковь. Если в ранней церкви единство мыслилось прежде всего как единство веры, любви и жизни, то для Запада теперь вся проблема единства сводится к одному пункту – к подчинению Риму, к внешнему признанию его абсолютного примата. На всякую просьбу Византии о помощи Рим отвечает – признайте власть папы, и весь западный мир станет вашим союзником. Но как раз потому, что Рим окончательно стал бесспорным духовным центром Запада, всякий раз, что Византия задыхается от все теснее сжимающих ее объятий ислама, ей некуда обратиться, кроме Рима. И вот тянется эта позорная цепь никогда не заканчивающихся переговоров, споров, обещаний, лжи, в которой есть все, но нет главного – желания единства, тоски по подлинному исполнению Церкви Христовой. Перечислять эти понятия здесь невозможно. Скажем только, что в Византии они были почти исключительно вопросом политическим. И Церковь фактически отвергла их все, несмотря на давление императора. Больше чем в чем-либо другом. Эта униональная тема показала, что император Византии не может всего. Михаил VIII, палеолог, несмотря на сопротивление Церкви, через подставных лист, подписавший Леонскую унию 1274 года, умер отлученным и был лишен церковного погребения. Заметим, что в самой Византии, начиная с XIII века, возникает течение так называемых латинофонов, то есть сторонников унии и приверженцев западного церковного учения. В высших кругах можно проследить даже своеобразную моду на ромофильство. Но подобно увлечениям католичеством иных русских аристократов XIX веке, византийское латинофонство не есть движение внутри православной церкви, а попросту обращение некоторых православных в католичество. И потому ничего не меняет в другом отвержении унии, в дружном отвержении унии всем православным Востоком, в сознании самой православной церкви. Правда, эта униальная серия кончается для Византийской церкви духовной катастрофой, Флорентийским собором в 1438-39 годах, который завершается поголовным подписанием греческими верхами и иерархами, полной капитуляцией перед Римом. Но нужно прочитать деяния этого неблагословенного собора. Нужно пережить все терзания греков, истерзанных страхом гибели империи, затравленных денежным давлением со стороны латинян, у самих у них не было денег, чтобы вернуться на родину, психологическим давлением императора и интригами латинофонов, решивших любой ценой добиться унии. Нужно знать все это, чтобы, если не оправдать, то, во всяком случае, по-человечески понять малодушное падение их во Флоренции. И недавнее, в 1939 году, празднование католиками юбилея Флорентийской унии свидетельствует все о том же глубоком непонимании ими настоящего церковного сознания православной церкви. Его лучше понимал папа Евгений IV, который на радостное сообщение своих епископов о том, что все греки подписали унию, спросил, а Марк Ефеский подписал и на отрицательный ответ по преданию ответил, ну, значит, мы ничего не сделали. Действительно, подписали все, кроме одного. Но именно этот один, святой Марк Ефеский, стал для Восточной церкви выразителем ее веры, ее опыта, ее предания. И когда греки вернулись в Византию, они почти сразу же с ужасом отвергли вынужденную у них унию. А падение империи всего через 14 лет после Флорентийского собора саму причину унии сделало трагически ненужной. Империя, ради которой иные готовы были жертвовать православием, перестала существовать. И надо прямо сказать, что именно эти униональные попытки больше чем все остальное укрепили разделение, ибо сам вопрос об единстве церкви надолго смешали с ложью, с расчетом, отравили его не церковными и низкими мотивами. Церковь знает только единство, и потому не знает унии. Унии в конечном итоге есть неверие в единство, отрицание того очищающего огня благодати, который все естественные, все исторические, все обиды, преграды и непонимание может сделать небывшими, преодолеть силы единства. Византийский период в истории православия начинается с осчуждения между Востоком и Западом. Он кончается в полном разделении, а отныне православный Восток непроходимой стеной отделен от Римского Запада. Православие окончательно становится восточным. Но к моменту падения империи в это восточное православие давно уже вступило. Давно уже в нем усилилось и приобрела самостоятельное значение новая стихия – славянская. Этот быстрый рост на византийских корнях славянского христианства в истории православной церкви начинает новую и чрезвычайно важную главу. В жизни Византии славяне появляется рана и появляется озаренное заревом пожаров и грохотом разрушений. Если до конца VI века империя все же удается каждый раз отбрасывать их за Дунай, то в 580 году до 100 тысяч их захлестывает Грецию. В VII веке, освободившись от Аварской империи, в которую они доселе входили, славяне заселяют постепенно ими же опустошенные древнеримские провинции – Иллирию, Мизию, Фракию, Македонию. Весь век происходит в борьбе с этими дикими еще ордами. Но постепенно славяне не только внешне, но и внутренне входят в византийскую орбиту. И их князьки, как раньше германские, с радостью принимают от Константинополя второстепенные придворные титулы. Начинается первая христианизация славян. В конце VII века новое нашествие тюркского народа Болгар. Болгара утверждает свою власть в заселенных славянами провинциях и начинает многолетнюю борьбу против империи. Причем, как это случилось позднее и с варяжскими завоевателями славян восточных, сами славянизируются. Почти у самой столицы империи постепенно создается мощное болгаро-славянское государство, почти непрекращающейся войной с которыми наполнен весь VIII иконоборческий век. И неизвестно, как разрешилась бы для Византии эта новая и грозная славянская проблема, если бы во второй половине IX века не произошла бы того события, которое и составляет подлинное начало славянской главы в истории православия, перевода христианства на славянский язык с святыми византийскими братьями Константином, который в монашестве получит имя Кирилла и Мефодием. В славянских первоучителях существует огромная литература. Историческое исследование об их деятельности осложняется и конфессиальной враждой. Кому принадлежит честь первого поощрения славянского христианства? Константинополю или Риму? Кто поддержал первые шаги братьев? Об этих вопросах ведутся споры, но решение их неважно по сравнению с тем огромным значением, какое имело Кирилла Мефодиевское наследство в судьбах именно Восточной Церкви. Для нас же только оно и важно сейчас. Кирилл и Мефодий принадлежали к той умственной элите Византии, которая во второй половине IX века сгруппировалась в Константинополе вокруг патриарха Фотия. Константин был философом, ученым, лингвистом. Ему поручали соответственные миссии к арабам и хазарам в Южной Приднепровской России. Оба брата родом из Салуни, города в то время населенного в большом количестве славянами. По всей вероятности, с детства владел местным славянским наречием. Поэтому, когда в 862 году от славянско-маравского князя Ростислава пришла просьба прислать миссионеров, которые могли бы помочь ему в укреплении славянского христианства, выбор, должно быть при участии патриарха Фотия, естественно, пал на них. И в половине 869 года они прибыли в столицу Моравии, Девину или Вилиград. Надо сказать, что мотивы, толкнувшие Ростислава призвать христианских византийских миссионеров, были не только религиозным, но и политическим свойством. Укрепляя славянское христианство, он тем самым укреплял и свою национальную независимость от создавшегося в то время нового исторического колосса – германизма. Здесь и начали братья параллельно и с чисто миссионерской деятельностью свою великую работу по переводу христианской письменности на славянский язык. Формально они действовали в области, издревле находившейся в сфере римского церковного влияния, а это было годы напряженной борьбы между Папой Николаем I, патриархом Фотием. Чтобы урегулировать положение, или, может быть, по вызову из Рима, где могли беспокоиться об усилении греческого влияния среди западных славян, братья отправились вскоре в Рим, где преемник Николай и Адриан оказал им торжественную и любовную встречу. Славянское Евангелие в знак папского благословения было положено на престол Святой Марии, и славянское богослужение совершено во многих римских храмах. Славянская миссия, начиная с поддвойным благословением Византии и Рима, целила быстрый расцвет и успех. Но в житиях Константина можно проследить и начинающееся сопротивление, против которого братьям приходилось защищать свое дело. Константину не суждено было вернуться в Моравию. Он скончался в Риме в 839 году, приняв перед смертью монашество и взяв обещание с брата продолжать начатое дело. Но и Мефодий не смог вернуться на прежние места. Во время пребывания братья в Риме усилилось германское давление на Моравию, и с 870 года она фактически стала частью Западной империи. Мефодий остановился южнее, у панонского князя Коцелла, разделявшего взгляда Ростислава в укреплении славянского христианства для защиты от германизма. Здесь, по всей вероятности, он и ввел впервые славянскую литургию. И это стало причиной многих скорбей в его жизни. Уже в 794 году один из западных соборов запретил служение литургии на всех языках, кроме латинского, греческого и еврейского. Формально Мефодий нарушал это постановление. С другой стороны, если в Моравии латинство было слабо, то панония уже 75 лет находилась в зелене Зальцбургской латинской архиепископии, и здесь конфликт становился неизбежным. Мефодий явно действовал в чужих пределах, и Зальцбургский архиепископ и Коцелл обратились в Рим. Рим снова поддержал Мефодия. Панония была выделена в епархию с Мефодием во главе и с подчинением Риму. Но враги не успокоились. Мефодия обвинили в порицании церковных канонов, судили на семьи в Регенсбурге, и два с половиной года томили в тюрьме. Все жалобы его в Рим перехватывались. При папе Иоанне восьмом Мефодий снова на время обрел твердую опору. Понимая все значение славянства, папа назначил его архиепископом Моравским и поддерживал его, несмотря на непрекращающиеся интриги. Так, в непрестанной борьбе, отстаивая свои права, травимый врагами, неподдерживаемый народом, Мефодий дожил до 885 года. За это время была проделана огромная работа, которая в дальнейшем оплодотворит весь славянский мир. Но зато у западных славян дело святых братьев со смертью Мефодия рухнуло. Они не смогли выдержать германского напора, а папа Стефан, не понимавший политики своих предшественников, просто ликвидировал всю славянскую миссию. Ученики Мефодия, так называемые седьмочисленники, были изгнаны из Моравии, и только в XIX веке, в эпоху славянского возрождения, дело Кирилла и Мефодия снова стало знаменем национального освобождения и западнославянской культуры. Но зато оно дало немедленные плоды на Востоке и прежде всего в Болгарии. Болгария – первое большое славянское государство, первая сознательная попытка создать империю, повторить в славянстве византийский опыт. И именно это болгарский пролог определит в той или иной мере все будущее славянского православия. До середины IX века идет территориальное укрепление, объединение славянских племен под властью болгарских каганов. Когда в 852 году воцаряется будущий креститель болгар Борис, это территориальное собирание окончено, и на очередь становится вопрос о крещении. Надо сразу же подчеркнуть, что в истории славян принятие христианства с самого начала, помимо религиозного, приобретает политическое значение. Объясняется это соотношением славянства и Византии. Хотя и ослабевшая и потерявшая ореол непобедимости, империя в эти века остается для всех варваров некой золотой мечтой, средоточием культуры, государственной традиции, подлинным центром мира, а Константинополь – сказочной столицей, полной сокровищ и богатств, символов силы, красоты, славы. И вот в сознании всех варварских народов можно проследить парадоксальную двойственность в их отношении к Византии. С одной стороны, это мечта военная, завоевательная – поживиться богатством империи, оторвать от нее земли, победить ее. Вот постоянное стремление славянских царств. С другой – глубокое, почти религиозное уважение к ней, желание во всем ей подражать, приобщиться к той славной, многовековой традиции, которую она воплощает. Но эта традиция, в свою очередь, неотделима от христианства. Только принятие христианства может варваров приобщить к культуре, включить их в великие семьи рода человеческого. И потому крещение становится как бы неизбежным этапом политического, государственного роста славянства, признаком его исторического совершеннолетия. Христианство существовало в Болгарии, конечно, и до Бориса. Это была издревле крещеная имперская земля. Но Борис первый сделал из христианства орудие государственного роста, государственной кристаллизации своего царства. Короче говоря, пересадил в сознание славян ту христианскую теократию, которая до обращения Константина жила в Византии. Политический расчет в деятельности Бориса виден еще и в том, что он долго колебался, откуда принять крещение, от Византии или от Рима. Ему приходилось считаться со своим окружением, с той дружиной, которая, естественно, больше всего была связана с национально-языческой традицией. Этим боярам христианство нужно было показать не как веру в врагов, византийцев, а как, напротив, основу болгарской государственной национальной теократической идеологии, связанной с нерасторжимым медицинством, связывавшей церковь и империю. Крещение означало как раз восхождение и в царство, вступление в византийский мир, грозило, иными словами, растворить в нем молодую болгарскую государственность. Поэтому основной линией всей церковной политики Бориса и его преемников становится добиться во что бы то ни стало своей независимости или автокефальной церкви, которая могла бы в Болгарии стать той же религиозной санкцией, тем же источником священности и даже абсолютизации государства, каким была в империи церковь Константинопольская. Это чрезвычайно важный момент в истории православия, и его нужно особенно подчеркнуть. Христианство приходит к славянам в своем византийском, теократическом обличии и сразу же становится источником в нем той же мечты, того же видения, того же замысла, что и в Византии. Только теперь этот замысел уже не может не вступить в конфликт со своим византийским прототипом, не может не внести в православный мир и яд неизбежных разделений поляризации борьбы. Борис колебался и, по-видимому, склонялся к западному решению. Но не допустить этого для Византии было вопросом жизни и смерти. И вот удачная для греков военная кампания заставила Бориса капитулировать. Условия мира Византия поставила крещение. Болгарский Каган был крещен немедленно, почти на поле сражения в 869 году. Восприемником его был сам император Михаил Третий. Но то, чего боялся Борис, произошло. Дружина подняла бунт. Новокрещённый князь затопил его в крови. Но понял этот урок. Он сразу же стал добиваться от Византии церковной автокефалии. Для него это означало первый шаг к царству, мечте всех варварских государств в самой борьбе с ромеями, усваивавших навсегда римо-христианскую идеологию. Но Византия совершенно не собиралась давать ему этой автокефалии. Ведь для неё политический замысел при крещении болгар был противоположен замыслу Бориса. Борис через крещение искал упрочения своей независимости, твёрдого фундамента для болгарской государственности. Византия тем же путём стремилась насколько возможно подчинить себе сильную и опасную Болгарию, включить её в сферу своей теократии. Здесь лишний раз сказывалась вся зачарованность византийского сознания, своей теократической теории, неспособность его оценить события с чисто христианской, чисто церковной точки зрения. Само крещение в этой теории становилось уже не только вступлением в стадо Христово, воцарением благодати, но в какой сильной мере принятием византийского подданства. Отравленная сама Византия этим главным своим грехом отравляла, увы, и тех, кто от неё принимал христианское благовестие. Теперь начинаются вариации Бориса. Не получив автокефалия от Византии, он обращается в Рим. И болгаро-византийская драма усложняется нарастающим в эти десятилетия разделением церквей. Враг Фотия, один из создателей средневекового папства, Николай I не мог не ухватиться с радостью за эту возможность утвердить свою власть на Востоке. Он послал в Болгарию двух епископов. Византийцы не шли дальше архимандритов. Книги, подарки, письма. Обрадованный Борис прогнал из Болгарии всё греческое духовенство. И там началась бурная латинизация. Папа же в своих письмах стремился всеми силами дискредитировать греческую веру. Но длилось это недолго. Борис хотел патриарха и автокефалию. А к этому папство было меньше склонно, чем Византия. В то время на самом западе уничтожались последние следы независимости древних церквей. И так же решительно, как он порвал с Византией, Борис порвал с Римом и снова обратился в Константинополь. Наученные горьким опытом византийцы принуждены были теперь согласиться на полуавтономную болгарскую архиепископию. Что они сделали это по необходимости из экономии, не отрекаясь на деле ни на йоту в своем понимании церковной монополии Византии. Это покажет вся дальнейшая трагическая история болгаро-византийских отношений. Но на первых порах это успокоило Бориса, дало ему возможность заняться укреплением своего, теперь уже христианского царства. И вся эта политическая окраска не должна закрывать от нас положительного значения дела Бориса. Прежде всего, огромное значение по своим последствиям имело принятие в Болгарии Кирилла Мефодиевского наследия. Изнанные из Моравии седьмочисленники пришли в Болгарию и здесь с почетом были приняты Борисом. Умный Каган не мог не понимать значения славянского богослужения для своей мечты о славянской империи с независимой церковью, как ее религиозной опорой. Чтобы избежать сопротивления греческой иерархии, он отправил Климента, главу седьмочисленника, в западную часть своего царства, в Ахридскую область, где дело Кирилла и Мефодия и нашло свою первую подородную почву. Святой Климент Ахридский своим светлым образом освещает начало славянского христианства. Не ограничиваясь одним религиозным просвещением, он старается всячески улучшить и экономические условия жизни своей отсталой поствы улучшить. Здесь же были созданы многочисленные кадры славянского духовенства, накоплена христианская православная славянская письменность, здесь начало православной славянской культуры. Образ самого Бориса не исчерпывается его политическими расчетами и мечтаниями. Чем дальше шло время, тем сильнее политический интерес сменялся в нем уже чисто религиозным. Христианство действительно прорастало в его душе, если он не бросил своего дела, не переменил своих теорий. В глубине его сознания все сильнее воцарялось единой на потребу. Западный летописец говорит, что днем он являлся перед народом одетый в царские одежды, а ночи проводил в молитве. И вот про царство в 36 лет он в 888 году отрекся от престола и передав его сыну ушел в монастырь. Государственные беспорядки призвали его еще раз к власти, но восстановив порядок, передав царство внуку Симеону, он окончательно ушел в молитвенную жизнь. Симеоном в 892 и 927 годы Болгария достигла своего апогея. Сам Симеон воспитался в Византии, где изучал риторику демосфена и силогизма Аристотеля. Его на всю жизнь пленила красота и величие византийского двора, подобие которого он создал в своей новой столице при славле великом. Но это не заставило его забыть Болгарии и напротив. До пароксизма заострила мечту Бориса. Не наступило ли время Болгарии заступить место дряхлой империи, стать наследницей христианской теократии, болгарскому жакагану, увенчать свою голову священной диодемой византийского Василевса. Так византийская теократия, формируя варваров, давала им оружие против самой себя, указывая им программу. Их целью, пределом их желаний становится Симеоном на титул православного царства, ревниво и монопольно хранившееся греками. Почти все царствование Симеона прошло под знаком войны с Византией, первой большой междоусобной войны в православном мире. Болгарские войска стояли под Константинополем, но для империи еще не наступило время уступить свое первородство. Не победив Византию, Симеон, как и дед, обратился в Рим и оттуда получил титул царя для себя, титул патриарха для своего епископа. Правда, это было чисто фикцией, никакого подчинения Риму мы не видим в это время в Болгарии. Но эта фикция красноречиво указывает на силу теократической мечты, владевшей сознанием Симеона. Главное же значение Симеоновой в Болгарии в том, что его время золотой век в истории церковно-славянской письменности, подлинный расцвет славянско-христианской культуры. На ее создание не жалел Симеон никаких средств, строил школы, библиотеки, собирал целые армии переводчиков. Созданный при нем запас церковно-славянской письменности оказался достаточным для нуж не только Болгарии, но позднее для церквей сербской и русской. Конечно, вся эта культура не была, да и не могла быть оригинальной. Сам Симеон был византийским выучеником, и дело Кирилла и Мефодия также питалось византийскими соками. Да и в своей государственной мечте Болгария повторяла и усваила византийский опыт. Он назвал культурный рассвет при Симеоне эллинизации Болгарии. Так славянская стихия оформлялась эллинизмом. Так рождался славянский византизм. На первом месте в этой культурной работе стояли переводы византийских писателей, отцов церкви, историков, гимнографов. Сам Климент Ахридский написал по византийским образцам житие святого Мефодия и перевел множество богослужебных текстов литий, творений отцов. Зависимость от Византии сказалась и в том, что глаголица, то есть славянская азбука, изобретенная Кириллом, знаменена была кириллицей, более похожей на греческую. Молодое болгарское царство получило как бы энциклопедию современной византийской культуры. И это навсегда определило развитие славянского христианства. Независимое политически и даже церковно от Византии. Симеоновская Болгария глубоко пропиталась византизмом. Сам болгарский язык, воцерковляясь, становясь церковно-славянским, оказался почти сколком с греческого. Болгария, славянская по языку, византийская по духу, стала проводником византизма среди других славян, сербов и особенно русских. Со смерти Симеона начинается упадок первого болгарского царства. В X веке снова возрождается военная мощь Византии. Это эпоха византийской эпопеи. Восстановление ее во всей своей силе и славе. И это восстановление неизбежно оборачивается борьбой с ненавистным болгарским конкурентом. В 972 году вся восточная часть Болгарии завоевана и сразу же вступает в силу византийской теории. Патриарх Дамиан низводится, а все болгарские епархи попросту переводятся в подчинение Константинополю. Западная македоно-албанская часть Болгарии с центром в Ахриде продержится до 1018 года. Продержится вместе с ней автокефальная болгарская церковь. Но когда после 30-летней войны между Василием Вторым болгаро-бойцей и знаменитым в болгарских преданиях царем Самуилом болгарская независимость будет уничтожена, ее судьбу разделит и церковь. Страшно подумать, читая сказания об этой войне небывалой пожесточений свирепости, в которой благочестивый византийский автократор приказывает выколоть глаза 15 тысячам пленников и затем послать их обратно к старику Самуилу. Что это война православных и что ее вдохновляет питается та же теократия. Это страшная неизбывная ложь Византии и всего Константиновского периода. Победив уничтожив врага Василий проявит правда великодушие. Болгарские бояре получат видимость автокефалии, но уже в другом византийском смысле. На деле Болгария почти на два века будет подвергнута насильственному огречиванию. А дух отношения греков к болгарам можно уловить в писании греческих пастырей о своем болгарском стаде. Он пахнет гнилью, как болгарин пахнет бараном. Пишет про кого-то Феофилак болгарский. Знаменитый византийский патриарх второго века. Богослов и знаток Гомера и для него болгарская натура мать всех зол. Болгарское царство воскресает еще с новой силой в самом конце двенадцатого века, когда снова ослабеет Византия. Это так называемое Турновское царство, связанное с именем братьев Осений борцов за национальную независимость. Его история также начинается с уже испробованной римской карты. Не признает Византия, признает Рим. Главное же добиться царства и его условия автокефальной патриархии. Иоанникий и Калаян в 1197 и 1297 годы, младший брат Осений, обращается к папе Иннокентию третьему, величайшему из всех средневековых пап, при котором теория о возглавлении папой всех христианских народов достигает своего апогея. И в тот момент, когда православная Византия падает под ударом крестоносцев в 1204 году, Калаян венчается римским кардиналом, царем болгаров и валахов. Но это не помешает ему воевать с латинскими господами Константинополя, взять в плен императора Будуэна и, смотря на все ходатайства папы, довести его до смерти. Единство христианских народов все очевиднее превращается в трагическую пародию. А затем ориентация снова меняется. Иоанн Арсен II 1218-1241 годы поступает в православную коалицию с греческим императором Никеей. Получает за это уже и греческое признание терновской автокефалии. И снова это признание по необходимости, от которого греки при первой же возможности отрекаются. И так продолжается до самого конца, до уничтожения болгарского царства турками в конце XIV века. Разрывы и связи, союзы и войны. Но уже ничто не может решить спора силою. Православная империя близится к концу, но даже близость конца ничего не может изменить в их страстной мечте. «Во Христе Боге верный царь и автократор болгар и греков». Вот титул последних болгарских царей. Пускай номинально, но они ощущают себя носителями единой теократической традиции. Это время ее последнего торжества в православном сознании, ее распада в жизни. И здесь, как и в Византии, только в тишине монастырей, только глубоко за этой печальной теократической декорацией, растет и зреет подлинная христианская душа. Цветут настоящие плоды крещения. Это образ святого Иоанна Рыльского, это малый Афон в Софии, это терновские мученики, это ученики и стихастов, и споры о стяжательстве и нестяжательстве, это наконец непрекращающийся рост болгарских интересов, отражаемость церковно-славянской письменности, теократическая мечта болгарского царства погибнет, как и мечта византийская. Но свет и глубина болгарского православия оставят глубокий след, принесут неумирающие плоды в дальнейшем развитии православного Востока. История возникновения сербского царства в эти же веках во многом повторяет болгарский опыт. И здесь исторический путь начинается с раздробленного племенного быта. Проходит через первое соприкосновение с Византией и в нем через первую христианизацию. Константин Порфиро-Генит относит ее к VII веку царства не Ираклия, а в IX веке из соседних Панонии и Болгарии проникает к сербам и Кирилла мефодиевское наследие, которое навсегда укрепит их в восточно-византийском христианстве. В IX-X веках в Рашке создается первое подобие государственного центра. Там правят великие жупаны. В эпоху напряженной борьбы между Византией и Болгарией и сербы попадают в сферу то одного, то другого влияния. Также Ирочковская епископия в зависимости от обстоятельств подчинена то Константинополю, то Болгарам, то Ахриде. Но под всеми этими переменчивыми влияниями растет и крепнет национальное сербское самосознание. И растет оно, конечно, по мере усвоения сербами византийских идей, будь то в греческом или болгарском обличии их. Сказывается и здесь римский соблазн. В 1078 году великий жупан Михаил получает от папы Григория V королевскую корону. В середине XII века Сербия имеет уже свои все элементы государственности и для нее наступает время воплощать всю ту же византийскую теократию вступить в число возможных наследниц Византии. Это и есть дело знаменитого Неманьи. Рядом войн против других жупанов против Византии. Неманьи объединяет Сербию и сразу же вступает в это строительство. И теократический мотив. Сын Неманьи Стефан первовенчанный сначала заигрывает с Римом это эпоха Иннокентия III и первого падения Византии. Но затем ориентация меняется. По-видимому под влиянием младшего брата Стефана афонского монаха Саввы который вместе с престарелым Иеманией тоже пострившимся по старости на Афоне основал знаменитый сербский монастырь Хилендар на Святой горе. Вскоре Савва идет в Никею куда перешла после разгрома 1264 года столица Византийской империи. В это время византийцы ищут себе союзников против латинских завоевателей и для них очень важно не допустить перехода славян в латинскую орбиту. Поэтому они соглашаются и на автокефалию сербской церкви и на поставление Саввы первым сербским архиепископом. Вернувшись в Сербию Савв устраивает в Жительском монастыре церковный центр нового царства. Он делит страну на епархии посвящает своих учеников. Затем совершает торжественное обновление христианства в Сербии. В Жичи собран собор всего духовенства, совершено особое служение, и после него архиепископ произносит от лица всего народа торжественное исповедание веры с проклятием всех ересей. И наконец последний акт, логическое завершение всего предшествующего. В 1221 году Савва повторно венчает на царство своего брата Стефана Первовенчанного. Про царство в 14 лет, утвердив и церковь, и царство, Савва передает архиепископскую кафедру ученику своему Арсению, а сам отправляется в святые места. Скончался он в Болгарию своего родственника царя Иоанна Осеня в 1236 году, день его памяти 12 января. Остался национальным сербским праздником, ибо святой Савва отец и сербского православия и сербской государственности. Дальнейшая история сербского царства фактически только повторяет уже знакомую схему. Те же сложнейшие отношения с Римом, тот же политический вопрос об унии, постоянные смены ориентации, то с греками, то против них. Последний расцвет Сербии, царствование Стефана Душана 1331 1355 годы, когда Сербия почти достигает изначальной мечты славян, восстановление единой империи под славянским знаменем. У политики Душана одна цель взять Константинополь, объединить под своей властью сербов, болгар, греков и общими усилиями ликвидировать все усиливающиеся турецкую опасность. В 1246 году он венчается в своей столице Скопле императором сербов и греков. До этого еще архиепископа Сербии возводит в печи в патриарха, но и он заигрывает с Римом и за это отлучается Константинопольской церковью. Осенью 1355 года он готовит последний поход на Константинополь. Никогда окажется мечта о славянской смене Византии не была так близкой к осуществлению. Империя спасла неожиданная смерть Душана, но уже приближается смерть всех империй. Турецкая ига и с ним крах великих теократических мечтаний. И быть может в этом первом взлете, первом рассвете славянского христианства лучше всего видны итоги поздней византийской главы на пути православной церкви и вся внутренняя ограниченность ее религиозно-политической идеи и одновременно духовная жизненность самого византийского православия. В славянском параграфе византизма церковь и царство порождены одной идеей, одним и тем же мировоззрением идущим от империи, хотя и против империи направленная. Именно в этой вражде основной грех византийского наследия, которая в смутах и соблазнах изживается в наши дни. Но характерно, что смертельная вражда славянских царств против Византии, длившейся века, пролившая столько православной крови, ни в чем не нарушила единство самого византийского стиля православия, и славянского христианства было и оставалось, и осталось прежде всего точным отображением, повторением и развитием христианства византийского. И если это славянское православие отделить от внешних политических судеб его, то останется действительно единый православный мир, имеющий одно лицо, питающийся одними и теми же корнями, насыщенный одним и тем же духом. И это единство оказалось сильнее политических и национальных разделений. Славянство явило себя творчески восприимчивым к лучшим плодам византийского церковного предания, к идеалу обожения, озарения, светлого космизма, как говорят теперь. Византийм одновременно и отравил славянство своим теократическим миссионизмом и навсегда оплодотворил его неисчерпаемым богатством своего халкидонского богочеловеческого устремления. Об этом молчаливо свидетельствует помимо святых преподобных мучеников изумительное религиозное искусство болгарских церквей, только сейчас открывающие миру свою духовную красоту. Здесь лучшее свидетельство о глубоком воцерковлении славянской психеи, лучший плод христианской Византии. Этой православной печати не смоет сразделенного внешне, но на глубине единого византийского христианского мира темные века турецкого ига. Глава шестая темные века 29 мая 1453 года после двухдневного приступа войска Магомета Второго взяли Константинополь. В бою погиб последний император Константин Одиннадцатый. Священный город стал столицей Оттаманской империи. В 1459 году была окончательно завоевана Сербия. До нее пала Болгария в 1459 60-х годах. Европейская Греция в 1463 году Босния. Наконец в 1517 году Египет. Весь православный Восток за исключением России оказался в Агарянском пленении, которое будет длиться четыре слишком века. Началась эпоха Великого затмения православия и она наложит глубокий отпечаток на восточное церковное сознание. Определяя сущность турецкого ига, нужно прежде всего подчеркнуть, что оно не было гонением на христианство. Когда после трехдневного грабежа, разгул победы и всяческих насилий, Магомед въехал въехал он объявил закон, милость и порядок. Это не был варвар. Он и раньше бывал в Константинополе, знал греческий язык и завоевывал Византию. Влекся к ней своеобразием грекофильсу. Своеобразным. Историк отмечает, что его свиту составляли любезные ему христиане в качестве секретарей, так как огоряне очень необразованы. Тот же историк пишет, что христиане управляли всем его царством. Это преувеличение, но не лишенные основания. Магомед несомненно мечтал греческой культуры укрепить и украсить свою империю. С другой стороны, если по учению Корана христиане были неверные, то в нем можно найти и признание Христа пророком и уважение к нему. Поэтому одним из первых дел Магомеда после победы было приглашение грекам избрать себе патриарха. Выглавом оказался Геннадий Схаларий, участник Флорентийского собора, обращенный Марком Ефесским из Латина Фрона и фанатического врага Унии, наладить церковную жизнь и вернуться к своим обычным занятиям. Затем Ферман высочайшая грамота султана раз навсегда определила легальный статус христиан в империи. Поэтому Ферману все христиане обязаны были платить ежегодно поголовную подач в государственную казну и этим ограничивались их обязанности к завоевателям. Но зато патриарху давалась полная свобода управлять церковными делами и запрещалась кому бы то ни было вмешиваться в его распоряжение. Личности патриарха, епископов и священников признавались неприкосновенными, все духовные лица свободными от податей. Половина церквей Константинополя обращались в мечети, а другие оставались в пользовании христиан. Во всех делах, касающихся внутреннего церковного управления, канону сохраняли свою силу. Портой ни в чем не нарушалась самостоятельность церковного управления. Признавалась свобода праздников и открытого культа, браки, погребения и другие церковные обряды могли совершаться беспрепятственно и открыто. Позволялось наконец торжественное празднование Пасхи по всем городам и деревням. Таким образом, как правильно говорит профессор Лебедев, церкви позволено было остаться церковью христианам христианами. Но не менее важна другая основоположная черта христианского статуса под турками. Для турок, не бывших в отличие от арабов религиозными фанатиками, христианство есть такая же народная вера греков, как магометанство турок. Ислам вообще подобно иудейству, не делая различия между обществом светским и обществом религиозным. Поскольку вся гражданская структура магометанского общества или государства, суд, закон и все прочее определяется исламом. Она неприменима и к не магометанам. И вот христиане в атаманской империи получили права не только религиозного, но и национального меньшинства, причем оба эти понятия оказались слиты воедино. патриарх стал милей-башой, то есть главой народа, этнархом, а церковная иерархия получила права гражданского управления над христианским населением. Она судила христиан по греческим законам, ее суд был призван портою, и приговоры приводились в исполнение турецкой властью. Христиане могли иметь свои школы, свои программы, свою цензуру. Теократически церковь делалась как бы государством в государстве, и мы увидим дальше, какие огромные последствия это имело в судьбах подъеремного православия. Таким образом, формально положение церкви в Турецкой империи могло считаться твердым, но это только формальная сторона. На деле оно очень часто было ужасным и невозможно описать все страдания, унижения и настоящие гонения, которые пришлось пережить церкви в эти действительно темные века. Объясняется это во-первых тем, что те права, о которых мы только что говорили, были совсем не правами в нашем смысле этого слова, а милостью султана. Турецкое сознание было не менее, если не более теократическим, чем сознание римское, в котором абсолютизм власти все же умерялся древней и очень продуманной юридической традицией. Турецкий же султан был источником всех прав милости как и немилости и никому не был обязан отчетом в своих действиях. В религиозной теории ислама христиане были рая, скот, побежденные, неверные и никаких прав никакого гражданства им не полагалось иметь. Если бы все султаны были на культурной и государственно-политической высоте Магомета II, его фирман может быть и соблюдался бы. Но увы. Во-первых, уже сам Магомед нарушил его, отняв у патриарха Геннадия им же дарованный им храм двенадцати апостолов. А во-вторых, очень скоро атаманская империя вступила в период государственной деморализации и в ней воцарился произвол, беспринципность и подкуп. Султаны обирали своих пашей, а те обирали христиан. Жаловаться же было некому. Положение заметно ухудшилось в семнадцатом и восемнадцатом веках, самых бесодрадных в церковной истории. Как замечает профессор Карташо, в эту эпоху Турция могла быть сметена любой из европейских держав, но Европа из страха перед Россией поддерживала Турцию и закрывала глаза на вопиющее страдание христиан. В иных местах дело доходило до поголовной резни христиан. Заступалась за них одна Россия, но часто это приводило только к ухудшению их положения. Права патриарха постепенно свелись к нулю. Единственным оставшимся было право ответственности за христиан. И вот в восемнадцатом веке за семьдесят три года сменилось сорок восемь патриархов. Некоторые из них не заводились и снова возводились за пяти раз. Много было и умученных. Бунты патриархов сопровождались страшными кровопролитиями. Осквернялись храмы, рубились мощи, профанировались святые дары. Христианские погромы становились все более и более частым явлением. В девятнадцатом веке Турция попросту разлагалась. Она была подобна больному человеку, всячески поддерживаемому Европой против России. Правда, этот век отмечен рядом реформ, которыми султаны пытались европеизировать Турцию и тем самым улучшить положение христиан. Но на деле это положение только ухудшалось, особенно же в связи с пробуждением национального сознания мечты о свободе. За греческое восстание 1821 года греки в Турции и Константинополе поплатили страшными избиениями. Этот год отмечен мученичеством патриарха Георга Пятого. Его не спасла даже отлучительная грамота, издана им против собственных единоверцев, повстанцев. Но это малодушие он искупил своей верностью Христу в час смерти. На предложение отречься от своей веры он ответил «Напрасно трудитесь!» Христианский патриарх умирает христианином. Это был день Пасхи. Страшной Пасхи 1821 года. Утром патриарх служил пасхальную литургию и призывал всех в этот великий праздник забыть все земные скорби. Раздавший каждому по пасхальному яйцу патриарх был арестован и в тот же день повешен на воротах патриархии. Христиану не помогали никакие законы, издававшиеся турецким правительством для успокоения европейского общественного мнения. Так, после Севастопольской войны, в которой турки были союзниками Англии и Франции. И Парижского мира 1855 года султан Абдул Меджид в неусыпной заботе о благе своих подданных издал известный Гатти Гамаюн собственноручный декрет, по которому христиане уравнились в правах с мусульманами. Восторг в Европе! На деле это означало, что христианские подданные султана, каковы бы ни были их утеснения и унижения, не могли теперь надеяться на какую-нибудь постороннюю помощь, а должны были рассчитывать исключительно на свои силы. И так как Турция осталась в неорганизованном элементарном состоянии, то сознательное посвящение ее выдало со стороны европейской дипломатии в 1856 году никогда еще не было в таком резком противоречии с действительностью и никогда так позорно не было опровергнуто всем последующим ходом событий, как в конце царствования Абдул-Меджида, когда греки в силу гости Гамаюна не только остались в ужасном социально-экономическом положении, но и лишились многих прежних своих прав и преимуществ. Поэтому вся история вторая половина 19 века прошла под знаком христианских восстаний и кровопролитных расправ со стороны турок. Началась эпоха открытой борьбы и резни в еще небывалых размерах. И все это происходило в момент торжества на западе благодушного европейского либерализма. 1861 год отмечен восстанием в Боснии и Герцеговине, в Сербии, в Аллахии, Молдавии, Болгарии. 1866 год на острове Крити. 1875 год снова в Боснии и Герцеговине. Этими восстаниями подготовлялась новая глава в истории православной церкви. В истории православной церкви эпоха турецкого ига отмечена прежде всего необычайным обострением религиозного национализма. Корни его, как мы уже знаем, уходят в самую сущность византизма, абсолютирование им идеи священного государства. Но идея эта рождалась и развивалась сначала по знаком римского универсализма. Рим обожествлял государство, но не нацию. Напротив, многоплеменная многонациональная империя мыслила себя именно как преодоление всех национальных ограничений, как вселенную, объединенную одним законом, одной властью, одной культурой, верой в одни и те же ценности, но в ней совершенно отсутствовал какой бы то ни было расовый момент при вознесении плоти и крови. Всякий варвар, принимавший римское подданство, приобщавшийся к культурным ценностям эллинизма, переставал быть варваром и делался полноправным членом вселенной, членом единого человеческого общества, в котором все лучшее действительно жило ценностями всечеловеческими, универсальными, было чуждо какому-то ни было расизму. И ведь именно этот универсальный замысел, этот вселенский дух Рима, был и главной точкой его встречи и союза с христианством, вселенским и всеобъемлющим по самой своей сущности, в котором преодолевались различия между эллиным, иудеем, варваром и свободным, чтобы все соединить в новом человеке по образу Христа. Церковь с такой радостью приняла союз с империей, поставила себя под ее защиту и осветила ее своим благословением, потому что сама империя осознавала себя призванной к вселенской миссии и ничем не ограничивала свое подлинно универсального призвания. И надо признать, что в первое время империя действительно жила этим вдохновением. Константин, например, считая себя ответственным за распространение христианства в Персии, из ранней Византии вышла миссия к армянам, грузинам, готам, гунам, наконец, и к самим славянам. Само включение в империю варварских народов, принимавших христианство, диктовалось не одним политическим империализмом, но и убеждением, что империя есть нормальная форма христианского мира, единого, потому что он христианский. Первой брешью в этом универсализме было разделение самой империи, закончившейся отпадением от нее западной ее части. Правда, власть империи, хотя и номинально, но признавалась самими варварами, утвердившимися на западе, так что византийская теория оставалась непоколебимой, непоколебленной, но уже трагические последствия имела, как мы видели, столкновение с самим этим западом в эпоху крестовых походов. Византийский патриотизм, питавшийся доселе имперской универсальной мечтой, стал постепенно превращаться в национализм, то есть из чувства положительного в отрицательный аффект. Отрицание всего чужого, болезненно-страстное переживание своего, особенно сильно это перерождение начинает чувствоваться в эпоху Никейского царства, XIII век. Когда латиняне господствуют в священной столице империи, само православие, которое в эпоху отцов неизменно ощущалось, как вселенская истина, имеющая покорить все народы, стало переживаться, как греческая вера, противоположность латинской, западной. Эллинизм, который в сознании тех же отцов был синонимом язычества, приобрел в поздней Византии новое значение. В нем увидели источник национальной традиции и возрождение эллинизма при палеологах, уже очень сильно окрашено именно националистическими чувствами. Таким образом, если официальная идеология Византии, несмотря на все исторические неудачи империи, оставалась неизменно универсальной, то на деле эти неудачи, это непрекращавшееся географическое умоление и истощение Византии, все больше наполняло ее идеологией национально-греческим пафосом, в котором последней ценностью становилась уже не христианская империя, а именно эллинизм. Поэтому в силу своего универсализма, отрицая дробление единой империи до насамостоятельной царства и автокефалии, Византия на практике навязывала славянам ограничивание, огречивание и в самом житейском смысле. Власть греческих архиереев в завоеванной Болгарии презрительное отношение ко всякой самобытности, даже к языку. А это как раз и делало распад православного мира неизбежным, заставляло славян, как раньше сирийцев и армян, ненавидеть греков. И вот, если к моменту турецкого завоевания распад византийского христианского универсализма был уже совершившимся фактом, то турецкая игра парадоксальным образом восстановила его. Не отделяя, как мы уже говорили, религии от народности, турки и христиане рассматривали прежде всего, как народ, рассматривали турки и христиан, чем в сущности они и должны были бы быть, если бы помнили ранее христианские переживания церкви, как нового народа, и определение христианина, как лаика, от греческого лаос, народ, то есть члена народа, как одно целое, возглавляемое в качестве этнарха, константинопольским патриархом. Между тем, поразительно, что крушение империи, занимавшей такое огромное, такое центральное место в византийском сознании, византийцы переживали сравнительно равнодушно. Из памятников того времени не видно, что они ощущали его как кризис, как крах своей самой заветной мечты. А это произошло потому, что в сознании византийцев 15 века уже произошла эта внутренняя подмена имперского эллинским. Эллинизм как раз не только не был уничтожен турецким игом, но напротив получил небывалую власть в лице вселенского патриарха. В турецкой неволе сама царская власть как бы переходит к патриарху. Границы церкви и царства давно уже слились в византийском сознании. Теперь сливаются и носители обеих властей. А это возможно потому, что и церковь, царство относится так сказать к одному субъекту греческому народу носителю вечной ценности эллинизма. Ценности все сильнее делающейся самостоятельной самоценностью для греков. Царство может сузиться до раи. Тогда задача его главы патриарха сохранить веру в эллинизм одна без другой немыслима до будущего возрождения. Патриарх сел на троне. Архиерея поклонились ему как своему властелину, как своему царю и патриарху. Цитирую эти греческие слова историка. Профессор Лебедев пишет, первая их мысль при этом та, что избран у них новый царь. И затем второе место занимает мысль, что они получили в лице его законного патриарха. Но однако же не потому он для них патриарх, что он в то же время и царь. Напротив, потому он и царь, что он и есть патриарх. Патриарх Нового Рима есть как бы томящийся в неволе византийский император, лишенный свободы, но не власти. Его глава украшена митрой в виде короны с изображением византийского двуглавого орла, но в руках его несуе носимый патриарший жезл. И вот получив эту власть уже не только церковную, но и народную, подобно которой они не имели и в последние века империи, византийские патриархи сделали все, чтобы окончательно утвердить торжество греков над всеми славянскими автокефалиями, которые им по неволе приходилось признавать раньше. Турецкие века отмечены междоусобной позорной борьбой среди самой православной раии. Во имя чего? Во имя все того же стихийного страстного национализма. С каждым веком все страшнее удушающим сознание единства церкви Христовой. Увы, турецкое понимание религии уже давно стало пониманием и христианским. Так христиане безболезненно, не смущаясь, приняли запрет обращать христианство в магометан, отказавшись тем самым от вселенского призвания церкви. Но зато с помощью магометан столько сил отдали на унижение, покорение и подчинение своих же братьев по вере. Сами унижаемые, изгоняемые, убиваемые, так часто попросту пешки в руках богатых фонариотов, греков, разбогатевших на турецкой службе. Константинопольские патриархи систематически стремятся не только подчинить себе все, доселе все автокефальные славянские церкви, но и огречить их, уничтожив саму память об их славянском прошлом. Терновская патриархия была уничтожена почти сразу же после завоевания Болгарии турками. Уже в 1394 году из Константинополя был послан греческий митрополит и патриархия превратилась в рядовую епархию константинопольского патриархата. Другая болгарская автокефалия Ахридская, учрежденная, как мы видели, в 1018 году при уничтожении греками первого болгарского царства, просуществовала до 1776 до знаменитого константинопольского патриарха Самуила Первого, завершителя этого объединения православной церкви. За год до этого ему уже удалось ликвидировать пельскую патриархию в Сербии, заплатив ее долги турецкой казне. Всюду бывшие архиереи природных болгар и сербов удалялись, а на их места везде ставились греки. С произволом каноническим басарялось и насильное огречивание. Насильное, особенно сильное в Болгарии, где оно послужит позднее поводом для так называемого болгарского вопроса. Такая же печальная картина наблюдается и на Востоке, в патриархатах Иерусалимском, Антиокийском и Александрийском, где жертвами этого насильственного объединения становятся православные арабы. Все эти обиды, накопившиеся и затаенные, все эти расчеты и интриги скажутся, когда начнет ослабевать турецкое иго и наступит час национального возрождения славянских народов. В первый период православная церковь вступит глубоко разъединенные этими национализмами, утерявшие сознание своей вселенской миссии, разбитые на маленькие миры, которые с подозрительностью и враждой относятся друг к другу, не испытывая нужды друг в друге, подчинились по выражению Соловьева провинцианализму местных преданий, став сначала восточным православием, теперь станет и до конца национальным. Подчеркнем тут же, что не в самом национальном, как таковом, корень зла. Универсальная империя давно стала фикцией, и не без участия церкви, рождались на смену ей эти национальные психеи, в самом христианстве, находившие питательный источник своего возрастания и становления, своего национального служения христианской истине. Нация, народ, есть такой же природный факт, как общество, и поэтому в церкви мог и должен был раскрыться положительный образ его христианского бытия. Он и раскрылся по-своему, когда в эпоху турецкого ига народ до конца слился с церковью, сделал церковь носительницей и всех лучших национальных идеалов. Но трагедия этого периода в том, что он отравил национальное самосознание православных народов враждой к другим православным народам. И в этой вражде выветрилось и предано было жизненное единство церкви, замененное единством теоретическим. Больше того, сама церковь стала носительницей уже не только просветляющего христианского идеала, но и символом национальной борьбы, источником религиозного национализма, до наших дней отравляющего православный Восток. Призванная духом и истиной просвещать все в мире, церковь в конечном итоге сама подчинилась плоти и крови. Христианский патриотизм смешался с языческим национализмом. Не менее трагическим нужно признать падение церковного просвещения, наблюдаемое в период турецкого ига. Правда, и до падения империи просвещение носило скорее аристократический характер. Не было уделом широких церковных масс. Очень много, как мы уже говорили, православный человек получал от богослужения. И сами наши литургические тексты свидетельствуют о высоком уровне знания церковного народа. Нельзя сказать, чтобы в турецкий период просвещение совсем исчезло, но понизилось и главное изменило свой дух. Его целью стало сохранить эллинизм и при том его крайне националистическом духе. По словам русского путешественника по Турции в середине 19 века, школьная любовь к эллинизму без последовательного изучения его, довольствующиеся отрывками, порождает лишь ограниченное одностороннее образование, близкое к невежеству. Следствием этого бывает педантизм, напыщенность, от смешного желания примешивать к простому разговору древние эллинские фразы и, наконец, презрение к обыкновенному, но полезному знанию. Учителям кажется, лучше затвердить на показ кое-что о состоянии страны за 2000 лет, чем ознакомить с современным ее положением. Византийское же высокомерие, признающее достоинство человека лишь в виде грека, продолжает посевать между христианами самые негуманные понятия. Школьное образование в той или иной форме не прекращалось. В Константинополе во все время турецкого ига посуществовала Патриаршая Академия. Светлую память сохранила о себе школа Потморская, в которой в течение 25 лет безвозмездно преподавал основатель ее иеромонах Макарий и Янинская колыбель возродившегося в наши дни эллинства. Короткую но блестящую историю имела в 18 веке Афонская Академия Евгения Булгариса, которую в конце концов монахи сожгли. Мне говорили, писал епископ Порфирий Успенский, русский знаток Востока, что монахи подожгли ее намеренно, думая, что ученость не нужна для этого света. И все же общий уровень образования был очень низок. В 16 веке митрополит Фессалонихский говорит, что ни один монах в эпархии не знает древнегреческого языка и не понимает церковных молитв и условий. А в самом начале 19 века Константин Эконом, греческий ученый, пишет, одно простое чтение богослужебных книг и часто весьма неудовлетворительное, если только оно соединялось с мелодичностью голоса, давало уже право на священническую и диаконскую должность. Только в середине 19 века была осознана необходимость специального богословского образования. И в 1844 году открыта первая богословская школа на острове Халки. Из этого очевидно, что сама богословская традиция не могла удержаться на той высоте, на которой она, несмотря на все внутренние немощи, продержалась до самого конца Византии. А одну тему, настойчиво проходящую через весь турецкий период, следует отметить здесь. Это полемику с православными, прежде всего латинянами, а затем и протестантами. Порабощение греков турками открывало для папства новые перспективы, и, увы, оно не приминуло ими воспользоваться. Вся эта эпоха отмечена непрестанно усиливающейся на востоке латинской пропагандой, которая слишком часто оборачивается настоящим уловлением душ, и это вносит еще новую отраву, новое обострение во взаимоотношения разделенных христианских миров. На восток были двинуты целой армией искусных пропагандистов, подготовленных в специальных школах, самая знаменитая из них коллегия святого Афанасия в Риме, открытая в 1577 году папой Григорием XIII. Сеть римских епископий покрыла весь православный восток. Надо признать, что в ответ на эту хорошо подготовленную атаку греческие полемисты не смогли ответить ничем сколько-нибудь существенным. В большинстве случаев они просто повторяли старые византийские аргументы, давно уже утерявшие свою остроту. В латинской церкви ее нравов, стремлений и идеалов православные почти совсем не изучали, оставаясь при самых допотопных представлениях о латинянах, как об одной из казней египетских. Латиняне в своем церковном развитии шагнули вперед, а греки, когда им приходилось бороться с ними, топтались в каком-то и как не тяжело сказать, но сохранению православия способствовала прежде всего закоренелая, старая, кровная ненависть к латинянам, приведшая греков даже к перекрещиванию католиков. Никодим Святогорец писал в своей кормщей, одно уже то, что мы питаем ненависть и отвращение к латинянам уже столько веков, это одно показывает уже, что мы гнушаемся ими, как юридиками, арианами, савелианами и так далее. С другой же стороны, ограждали православных и сами турки, не любившие и боявшиеся латинян, как иностранных агентов и представителей европейского империализма. Когда в начале XVIII века православные Сирии пожаловались в порте на католическую пропаганду, был издан следующий фирман. Некоторые из дьяволов французских монахов с целями худыми и намерениями и неправыми обходят страну и внушают греческое раие свое пустое французское учение. При посредствии глупых речей они отклоняют раю от древней веры и внедряют веру французскую. Таковые французские монахи не имеют права пребывать нигде кроме тех мест, где находятся их консулы. Они не должны предпринимать путешествия и миссионерствовать. Текст этот не нуждается в комментариях. Вот в XVIII веке результаты разделения церквей. Но важно прежде всего то, что в самый критический момент церковном пути христианского запада, в момент реформации и пересмотра, переоценки всех традиционных ценностей на западе, православная церковь оказалась безмолвной. И западный спор был из-за этого односторонним, лишенным подлинной вселенской перспективы. Восток смог только отгораживаться, защищать, охранять. В нем не оказалось силы свой опыт, свою непрерывную традицию показать, как выход из западных тупиков. Первые реформаторы в убеждении, что, борясь с попизмом и средневековым католицизмом, они возвращаются к апостольскому христианству, делали попытки обращаться к восточной церкви, как арбитру их спора с Римом. Переговоры с протестантами особенно оживились при патриархе Иеремии Втором 1572-1995 годы, который подверг подробному разбору прислано ему аугсбургское исповедание и скрыл его явную юридичность с православной точки зрения. «С нами, или лучше сказать, с истиной, вы не можете согласиться никогда», писала Иеремия, «и просим вас не утруждать нас более не писать, не посылать к нам, когда вы светильников церкви и богословов перетолковываете иначе и на словах почитаете, а на деле отвергаете. Итак, избавьте нас от хлопот, идите своим путем и впредь о догматах нам не пишите». Увы, православная церковь смогла отвергнуть и осудить протестантство, как она смогла оградить себя от католического приступа, но она не смогла исполнить своего долго свидетельствовать о православии, раскрыть его жизненное и творческое значение. Больше того, именно с этого времени начинается постепенное проникновение западных, католических и протестантских влияний в само православное богословие, которое надолго привьет ему своеобразный привкус по отношению ко всему западному, надолго оторвет его от своего живого творческого наследия. проникло это влияние через молодых людей, которых отправляли учиться на запад, в Англию, в Швецию, в Данию, и которые, не имея твердого основания в своей вере, легко заражались последними западными богословскими модами, впитывали в себя всю западную богословскую и духовную атмосферу, и затем становились учителями и наставниками православного духовенства. Ярким примером этого процесса является знаменитое дело Кирилла Лукариса, который, будучи патриархом Константинопольским, издал в Женеве в 1629 году исповедание веры православной, совершенно протестантское по своему содержанию и вдохновению. Но примеры это далеко не единственные. Чем дальше, тем яснее становится, что если православная церковь сохранила свою независимость от католиков и протестантов, то православное богословие такую независимость потеряло, превратившись либо в голос, в голое и огульное отрицание Запада с сомнительными аргументами, либо же своего рода компромисс между крайностями католическими и крайностями протестантскими. И связано это прежде всего с перерывом творчества, творческого вживания в опыты свидетельства самого православия. Так случилось, пишет отец Георгий Флоровский, что с падением Византии богословствовал один только Запад. Богословие по существу есть каполическая задача, но решалась она только в расколе. Это есть основной парадокс в истории христианской культуры. Запад богословствует, когда Восток молчит, или что всего хуже, необдуманно и с запозданием повторяет западные зады. Православный богослов и до сих пор слишком зависит в своей собственной созидательной работе от западной поддержки. Свои первоисточники он получает именно из западных рук, считает отцов и соборные деяния в западных и часто примерных изданиях, и в западной школе учится методом и технике обращения с собранным материалом. И прошлое нашей церкви мы знаем всего больше благодаря подвигу многих поколений западных источников. Православие протоиерей Александр Шмеман страница 322 начало этого труда на этой же первой кассете на четвертой дорожке. И прошлое нашей церкви мы знаем всего больше благодаря подвигу многих поколений западных исследователей и ученых. Это касается и собирания и толкования фактов. Западная мысль всегда живет и в этом прошлом. Такой напряженности исторических припоминаний точно возмещая болезненные изъяны своей мистической памяти. В этот мир православный богослов тоже должен принести свидетельство. Свидетельство от внутренней памяти церкви. Только эта внутренняя память церкви оживляет вполне молчаливое свидетельство текстов. Угасание вселенского сознания, национальная вражда, падение просвещения, окостенение богословия, яд инославных соблазнов вот отрицательные трагические стороны той эпохи в истории православной церкви. тогда совершается действительно то ее историческое умоление, в котором повинны не одни внешние и неблагоприятные условия. От всех этих немощей православие далеко не оправилось и теперь. Но снова и снова нужно предостерегать от односторонних оценок, уметь видать и другое, менее заметное, но может быть более значительное в другой, неизмеряемой человеческими инструментами истории, истории духовной. Мало кто за этой безотрадной внешностью сумел найти и немеркнущие сокровища, меньше всего, увы, русские, так рано усвоившие в себе великодержавные презрения ко всему восточному православию. Но кое-кто увидел, и не показательно лишь, что те русские живые души, что соприкасались с восточными церквами в эпоху наибольшего внешнего расцвета церкви русской, изнутри обращались в какое-то другое измерение церковного сознания, и их уже не могло удовлетворить все официальное великолепие нашего синодального православия. Ибо рядом с невежеством, шовинизмом, сребролюбием и прочими грехами на Востоке продолжала жить и подлинная православная церковность, и все более светящаяся своей неподдельной духовной красотой теперь, когда спала с нее убогая роскошь последних веков империи. Вот что писал один из тонких наблюдателей христианского Востока в середине прошлого века, архимандрит Антонин Капустин, для которого его апостольская служба в Константинополе в Афинах и Иерусалиме оказалось путем к осознанию вселенскости церкви в годы, когда о ней никто как будто уже не помнил. Достаточно видеть греков, гебрях афонских, арабов, землянках Ливана, копцев среди песков Ливисти и абестинца, чтобы убедиться, что тут иная полоса духовной географии и другие прозябают в ней растения, которым не нужны ни нафи искусственные и насильственные удобрения, ни поливания, ни привязывания, ни горшки, ни теплицы. И дай Бог, чтобы наше оранжерейное благочестие равнялось с ними. Грустно мне самому говорить не в пользу свою, но что делать? Стоя в убогой церкви Суэцкой и овладеваясь памятью стольких великолепных святилищ, известных мне, я не сумел бы вознестись духом даже безобразных и тех уже полузгнивших досок и стропил ее нависшей кровли. А местный житель несомненно молится тут полной христианской молитвой под раздирающий звук родного пения. Убожество храма не говорит ему об убожестве Бога и благо ему. А в письме к митрополиту Филарету он пишет, «Сматриваясь в подробности религиозной жизни греков, я нашел в ней столько еще похожего на то, чему учит нас чекименей пролог, что отказал бы себе в имени православного священника и монаха, если бы умолчал о том перед своей церковью. Там, на нищем востоке, почувствовал он внезапно тоску по единству православия, по новому периоду его истории призыв уже не к раздроблению тела Христова по странам, по народам, по языкам, по страстям, по нуждам, по правительственным системам, по школам, а к воссоединению всех в совокупную жизнь, духа, любви, мира, радости о Духе Святом, к возрождению единой, органически живой, сильной, царственной, православной Церкви Христовой». Снова за официальной историей исполненной падений, грехов, слабостей просвечивает и другая и, конечно, в ней продолжает биться пульс подлинного православия. В эти века завершается добротолюбие, сумма восточного умозрительного опыта, сейчас начинающая поражать и покорять своей глубиной даже неправославных, не прорываются ни разу нити, связующие между собой в один ряд всех этих носителей из вечной традиции, жажды по обожению, тоски по совершенной богоподобной жизни. Не умирает великая культура духа, с тонкостью которой не сравняется никакие утонченности европейского XIX века. Только недавно, когда началось собирание и изучение уже не одних официальных документов той эпохи, а и народных преданий Греции, Сербии, Болгарии, стало открываться и то, до какой степени глубоко вошло в народную душу что-то самое важное, самое неуловимое в православии, но без чего все остальное в нем теряет всякий смысл. С XIX веком над православным востоком начинает заниматься заря свободы. Сербские восстания 1804-15 годов, греческое восстание 1821 года, освободительная война России с Турцией в 1877 году приводят к возрождению самостоятельных православных государств. Но если национальное освобождение освобождает и церкви этих стран от турецкого ига, оно не освобождает их, увы, от печального наследия этого ига, от национальной вражды и гордого самоутверждения, от отравы чуждыми православия и теориями, от подчинения церкви государству, полного с ним слияния. Восточный национализм, родившийся, как мы видели, из распада византийского теократического сознания, смешивается теперь с новым западным национализмом. дух которого повеял над Европой после французской революции 1789 года. Греческие, болгарские, сербские цари византийской эпохи мечтали о вселенской православной империи. Теперь миром сознания становится самоопределение народа, национальная культура и споры о пограничных провинциях. Болгария, Симеона или Сербия Душана могли мечтать о завоевании Константинополя, но дышали и жили они единой христианской эллинской культурой, вселенским преданием церкви отцов и соборов. Теперь свое, пускай частичное, неполное, неполноценное, заслоняет постепенно с собой весь мысленный горизонт, становится идолом, ради которого можно забыть великое общее прошлое. А уж если есть идол, конкурирующий с этим национальным идолом, то таковым отныне становится Запад, приобретающий какой-то митический ореол. Вот когда сам Запад признает наконец ценность византийской иконы, глубину отеческих творений, красоту восточного пения, тогда и сами православные начнут проявлять к ним некоторый интерес. До этого же настоящим авторитетом, политическим, духовным, даже богословским. Для православного востока становится Западная Европа. Традиционное православие остается уделом деревень, социальных низов. Верхи свою веру, свое предание начинают уже мерить по Ксфорду и Тюбингену. Характерно, что когда после восстания 1821 года основывается греческое королевство, сами греческие иерархи готовы на почти двадцатилетний разрыв с Константинополем. Лишь бы иметь свою автокефальную церковь, причем почти не замечают, что на деле конституция этой церкви списана с лютеранских конституций и вообще не знает никаких границ между церковью и государством. Именно этими уже чисто националистическими, а совсем не церковными мотивами питались и болгаро-греческая схизма, в течение шестидесяти лет раздиравшая церковь. Ими заопределилась сказавшаяся теперь со всей силой и разделение славянских государств между собой. Из какой легкости вековая традиция, подлинная, не фольклорная традиция, в эти десятилетия приносится всюду в жертву жалким подражанием Западу. Это увлечение западным мещанством, зло и часто несправедливо высмеивало обличал Леонтьев вразрез с господствовавшим в России славянофильским увлечениями. Но в его гневе очень часто слышится действительное и такое редко даже в те дни исповедание вселенскости православия, разрушаемое этим шумным рассветом местных национализмов. Лишь верности традициям и преданиям византизма видел он серьезную преграду для мирового процесса разложения и опошления, в которое вовлечены и все балканские народы Бердяев. Пускай сам византизм Леонтьев слишком часто воспринимал эстетически в духе именно западного романтизма, но объективно он был прав. В свободных православных государствах 19-го и 20-го веков голос в церкви оказался почти неслышным. Все государственные и политические их строительства, вся их культура как-то обошлись без православия, вдохновлялись во всяком случае не им, и церковь со всеми демократическими гарантиями, свободой, гласностью очутились в почетном государственном плену, которого она к этому уже не почувствовала. угасание монашества, превращение духовенства в государственных чиновников, богословия в профессиональную и прикладную науку для пастыря или же в узкую специальность, упадок богослужения, ставшего либо парадным, либо же отправлением службы, по непонятным книгам, полное наконец огосударствование церковного сознания. Вот характерные итоги этих национальных возрождений, в которые церковь, между тем, вложила столько своих духовных сил. Если за последние десятилетия в православном мире учащаются признаки духовного пробуждения, то связаны они с причинами, уже выходящими за рамки этой книги. Заревом новых катастроф с очередным и самым страшным из тех обвалов старого мира. Глава 7. Русское православие. Отметить особо на историческом пути православие русскую главу требует не только особое значение ее для нас, русских, но прежде всего простая историческая правда. Русское православие слишком часто противополагали какому-то другому греческому или восточному православию. Русский мессионизм иногда попросту уравнивал православие с Россией, забывая об его византийских истоках и о спящем Востоке. Эту национальную самовлюбленность еще совсем недавно покойный Франк назвал хроническим заболеванием русского сознания. Но было бы неразумно из-за крайностей, из-за накипи идеологических споров подать в обратную крайность, просто отрицать исключительное, ни в чем несравнимое значение России в исторической судьбе православия, в его земном странстве и становлении. Здесь, конечно, мы можем попытаться только кратко указать на это значение, только перечислить основные вехи того, что, несмотря на всю двусмысленность этого сочетания слов, необходимо назвать именно русским православием. Но даже такая попытка сразу же наталкивается на почти непреодолимые трудности. оценка исторического развития России издавна оказывается предметом споров, нерешенных и поныне. Так случилось, что именно история о Софии стала главной темой русской мысли. Какой бы из трех этапов основных в диалектике русской истории мы не взяли Киев, Москву, Петербург, о каждом из них существует по меньшей мере две противоположных взаимно исключающих одна-другую оценки, выводимых при том же из научно-исторического анализа. Между тем историю русской церкви невозможно выделить из истории России, как невозможно отделить ее и от ее византийского источника. Как православие есть один из главнейших факторов в истории России, так и судьба России определяет собой судьбу русского православия. Поэтому всякая оценка или даже простое описание русского церковного пути поневоле включает в себя отношение к прошлому России. Прибавим к этому, что полной истории русской религиозности населия еще не существует, как не написано еще и настоящей истории русской церкви. Слишком много еще попросту неизвестно и неизучено. Некоторые основные вопросы впервые поставлены только совсем недавно в эмиграции. И наконец, мучительный вопрос о церкви в России сейчас, значение самой России в судьбе мира, все это делает русскую тему бесконечно сложной. Не может быть сомнений лишь в одном, царством в России большевизма кончается не только один период русской церковной истории, но завершается целая эпоха в истории самого православия. Изучение русской главы приобретает сейчас неизбежно вселенский смысл. Официальная история православной церкви в России начинается с Владимира Святого. Это не значит, что христианства не было до этого на Руси. Достаточно вспомнить о значении в русской христианской памяти святой Ольге утренней зари предваряющей солнце, по словам летописца. Напротив, христианство до крещения Руси уже настолько твердо утвердилось, связи с Византией и византиизированной Болгарией были настолько прочными, сравните теорию о первом крещении Руси при патриархе Фотии в IX веке, имевшей в русской науке достаточно защитников, что только в свете этих фактов можно по-настоящему оценить и дело Святого Владимира. По существу оно было не только началом, но и завершением довольно длительного процесса, победой определенной тенденции в государственном национальном самосознании. Какова бы ни была личная приверженность Владимира к язычеству, о которой повествует летопись, ее же рассказ о долгих сомнениях князя в выборе новой религии, о послах в разные страны, о конечном выборе греческого христианства свидетельствует о том, что крещение Руси, как до нее крещение Болгарии, в сознании самого князя было прежде всего государственным делом. Показывать, что и для Руси наступило ее историческое совершеннолетие, требовавшее включения ее в христианскую традицию культурного мира. Как и в Болгарии, Русь должна была выбирать между Старым и Новым Римом. О связях Руси с Римом до Владимира и после него теперь мы знаем гораздо больше, чем раньше. И выбрала византийское православие, как и Болгария. Христианство на Руси насаждалось сверху самой государственной власти. Наконец, как и у болгар, это византийское православие утвердилось среди русских в его Кирилло-Мефодиевском славянском обличии. Все это навсегда определило развитие России и русской церкви. Мы можем оставить в стороне вопросы, поднятые не так давно в русско-исторической науке. Какое влияние было первым и основоположным на Руси греческое или болгарское? В какую юрисдикцию константинопольскую или болгарскую входила русская церковь в первые годы своего существования? В какой мере вообще отразились трагические судьбы первого болгарского царства в конце 10-го и начале 11-го века на первоначальном развитии христианства на Руси? Тот или иной ответ на эти вопросы не меняет основного факта в истории русского православия, а именно его органической связи с византиизмом во-первых и с византиизмом в его славянском переводе во-вторых во всяком случае начиная с Ярослава Мудрого каноническая зависимость русской церкви от Константинополя не подлежит никакому сомнению о том же что эта зависимость довольно рано может быть с самого начала начала тяготить русское церковно-государственное сознание мы имеем свидетельство в попытках ставить русских митрополитов и Лориона при Ярославле 1051-81 год и Фрема при Изяславе а также и в спорах по этому вопросу связанных с постановлением 1147 году Климента Смолятича Долгое время этот киевский период считался не более как подготовительной вводной главой в историю настоящего расцвета русской церкви связанного в русском сознании с московским царством отрицали и наличие в нем каких-либо духовных или культурных достижений за исключением элементарной церковно-нравственной казуистики до ученического повторения византийских прописей но в последние годы эти старые оценки все яснее скрывают свою несостоятельность напротив киевский период все более и более признается может быть самым чистым самым многогранным из всех периодов русской религиозности киевская Русь пишет профессор Федотов подобно золотым дням детства никогда не померкла в памяти русского народа в чистом источнике ее письменности всякий кто хочет может утолить свою духовную жажду в ее писателях он может найти себе проводника сквозь трудности современного мира киевское христианство для русского религиозного сознания имеет то же значение что Пушкин для русского художественного сознания значение образца золотой меры царского пути действительно невозможно отрицать несомненного успеха христианства на Руси сразу же после его насаждения каковы бы ни были неизбежные границы этого успеха он явлен прежде всего в святых этого периода открывающих как глубоко и чисто был воспринят на Руси евангельский идеал и устроен весь богатейший опыт православной святости князья страстотерпцы Борис и Глеб святой Феодосий Печерский и его ученики жития которых сохранились в Печерском Патерике преподобный Авраам Смоленский святой Кирилл Туровский святые епископы борцы с язычеством борцы за нравственное перерождение своей паствы одни эти примеры свидетельствуют уже о быстрых сходах евангельских семян они свидетельствуют также и это хорошо раскрыл в своей книге о киевских христианстве профессор Федотов о многогранности этой раннерусской святости и о своеобразном преломлении в ней классических византийских традиций в основном это конечно все тот же восточнохристианский путь к небесному отечеству святость прежде всего монашеская истоки ее в житейной византийской литературе переведенной частично еще в Болгарии Читиминеи частично уже в самом Киеве пролог или еще потеряки один из которых переведен был самим апостолом славян Константином Кириллом в образах великих подвижников в уставе святого Феодора Студитой и так далее но есть в ней новые черты почитания вольных страданий святых Бориса и Глеба светлое по своему к миру обращенное аскеза преподобного Феодосия Великого больше всего возлюбившего уничижения Христа то настроение или устремление которое быть может слишком подчеркивая его Федотов назвал русским кенотизмом в течение первого же столетия в Киеве создается духовный центр наложивший свою глубокую печать не только на киевский но и на все следующие периоды истории русской религиозности это Киево-Печерский монастырь основанный в 1051 году преподобным Антонием по-настоящему организованным преподобным Феодосием подлинным родоначальником всего русского монашества Печерский монастырь стал одинаковым и мерой христианского максимализма полюсом чистого беспримесного христианства и совести молодого христианского общества в житии преподобного Феодосия мы видим постоянное участие его проповедью обличением напоминанием в жизни государства в эпоху когда его уже начинали отравлять княжеские междоусобицы знаменитая лавра дала церкви до 50 епископов которые всюду разносили ее дух ее предания и уставы была она и большим центром благотворительной социальной деятельности так с самого начала монастырь стал в России мерилом всей жизни и конечно к сонму преподобных наполнивших всю русскую землю своим свидетельством о небесном отечестве применимо прежде всего название Святой Руси другое доказательство успеха христианства нельзя не видеть в подлинных не только номинальных победах христианской государственности воплощением которой остался в памяти русского народа сам креститель России Владимир Святой летописец отчетливо проводит разницу между отношением его к своей власти до принятия христианства и после он рисует его нам ласковым князем покровителем слабых и бедных заботящихся об устроении больниц и богоделин о справедливости просвещении о благоустройстве государства другой удивительный образ христианского князя начертан Владимиром Мономахом его поучение хотя и книжное и написанное по византийским образцам это произведение дышит насквозь личным убеждением отражает личный не только книжный опыт религиозная этика Владимира пишет Федотов вращается на границе ветхого и нового завета но она всегда освещена несколькими лучами падающими из Евангелия а в редких возвышенных минутах дерзается зертать Христа смиренного Господа лицом к лицу надо запомнить это вдохновение совести смирение милосердие и справедливости на самой заре на самой заре христианской государственности в отношении к церкви и государству мы тоже видим почти небывалые в истории православия гармонию причем в начале киевского периода византийская симфония почти очевидно действует под знаком влияния церкви не государства уже церковный устав владимира святого значительно расширяет по сравнению с византийским сферу церковного суда ему переходят например все семейные дела дабы церковь могла успешнее действовать на перерождение общества еще важнее постоянное принятие князьями советом руководства наставления церкви признания в ней авторитета совести в драматической или даже трагической истории отношения между христианской церковью и христианским государством киевский опыт несмотря на всю кратость и хрупкость можно рассматривать как одно из лучших христианских достижений история православной церкви начинается с христианского максимализма подлинной переоценки ценностей в свете евангельской истины столь же несомненно наконец наличие в Киевской Руси настоящей культуры по отношению к ней московские века могут даже рассматриваться как упадок здесь тоже инициатива идет сверху от князя от иерархии сам Владимир будучи неграмотным строит школы его сыновья являют пример уже вполне образованных людей особенно Ярослав Мудрый при котором Киев становится одним из мировых центров при нем работает целая артель переводчиков он отбирает детей в школу сам по преданию читает день и ночь сын его Святослав Черниговский имеет у себя полный клетик книг а писание его сына Владимира Мономаха свидетельствует о несомненной и значительной начитанности автора в византийской литературе в Киеве чувствуется сознательная тенденция создать культуру полностью овладеть христианским и эллинским наследием в основном конечно эта культура заимствована переводная но во первых оригинальное творчество истекает в то время и в самой Византии а во вторых этот ученический период неизбежен в истории всякой культуры важно то что учениками русские оказываются хорошими митрополита Илариона Киевского Голубинский великий хулитель русской древности сам назвал не ритором худших времен греческого ораторства а настоящим оратором времен его процветания в проповеди Кирилла Туровского до наших дней сохраняет свою литературную не только историческую ценность ранние летописи насыщены не одними фактами но миросозерцанием идеологией их авторы были людьми с определенным и чутким миросозерцанием совсем не наивные простачки в развитии русского летописания мы чувствуем всегда определенную религиозно-историческую тенденцию или идею и наконец эпоху в которой могли родиться слово о полку Игореве вряд ли можно назвать след за Голубинским много-много разы грамотной для нас важно то что тогда переносится на Русь и ей усваивается некая квинтэссенция православного византизма русское сознание включается в эту традицию и она станет основоположным источником русской культуры и усваивается эта традиция не только пассивно но и творчески с ней связан тот первый взлет русского уже национального самосознания которым отмечено и слово Илариона и летопись Нестора не случайно молитва к Богу от лица новопосвященного народа который заканчивает Иларион свою похвалу Кагану нашему Владимиру принято даже в церковное употребление слово Илариона о законе Моисеем данном и о благодати истины Иисус Христом бывших и как о закон о тыде благодать за истинность землю исполни и вера во все языки простретия и до нашего языка русского и похвала Кагану нашему Владимиру от него же крещены быхом и молитва к Богу от сия земли нашей составленной между 1080 и 1050 годами то есть при Ярославе Мудром выражает как бы церковное национальное исповедание новокрещенной Руси по словам Чижевского в его истории древнерусской литературы профессорам это исповедание как впрочем и все ранняя киевская письменность отмечена духом великодержавния и христианского оптимизма великодержавия киевские идеологи одушевлены сознанием единства Руси начинающимися в славе ростом ее государственности но это одушевление укоренено глубоко в опыте крещения принятия Руси благодати и истины благая весть пришла к русским в едино десятый час но в лице своего Кагана Владимира они не умолены перед другими христианскими народами в таком христианском уповании в сознании призвания от Бога рождается русское национальное самосознание им в лучшие минуты будет мерить и судить себя в дальнейшем конечно ни этого успеха киевского христианства ни глубины самой христианизации не следует преувеличивать она остается уделом элиты тонкого слоя нарождающейся церковной и государственной интеллигенции да и тут некоторые памятники как например в опрошании Кирика показывают крайне элементарное понимание сущности христианства отметим сразу что Русь принимает готовое православие в эпоху когда в самой Византии все сильнее сказывается настроение охранительное стремление все свести к прошлому к завершенному образцу боязнь что-нибудь нарушить в древних преданиях таким обрядоверием некоторым гипертрофичным характером узколитературного благочестия русская психология отмечена с самого начала но гораздо важнее отметить сохранившееся под христианским покровом язычество то недостаточно еще изученное двоеверие которое несомненно является одним из ключей к русской религиозной психологии славянское язычество не означало фанатического сопротивления христианству не было организовано не имело ни письменности ни разработанного культа но все это только сделало его особенно живучим и опасным это язычество мягкое природное глубоко связанное с естественной жизнью христианство же долго было иностранной религией и даже вдвойне иностранной греческой и княжеской то есть находившей себе опору в варяжской дружине составлявшей государственное ядро Руси для своего принятия оно требовало просвещения было книжным по самой своей природе то что было в нем внешним богослужение обряд воспринималось легко чаровало и покоряло но создавалась опасность за этим внешним не увидеть и не стараться увидеть смысла того логоса без которого сам христианский обряд становится языческим ибо самоцелью а душа продолжала питаться старыми природными религиозными переживаниями и образами язычество не умерло и не было обессилено сразу